Это программа Израиль за неделю на исходе каждой субботы. Я Борис Штерн и мои коллеги рассказываем вам о главных событиях минувших семи дней в Израиле. Добрый вечер. Мы прожили очередную исторически важную неделю на Ближнем Востоке. Мы старались, следили за действиями правительства и премьер-министров. Напомню, у нас их два. Поддерживали политиков, критиковали их, носили маски, мыли руки, следили за социальной дистанцией. Впервые с марта прокатились на поезде. Многие говорят, что после перерыва это было как будто в первый раз. Мы всей страной отслеживали бодрое возвращение коронавируса, который, как считают врачи, никуда на самом деле и не уходил. И мы продолжаем надеяться, что несмотря ни на что сможем его победить. Впрочем, как выясняется, COVID-19 это далеко не памятник Рузвельту. Просто так его не снести. В конце концов, у нас все более-менее понятнее, чем у многих других. Но с другой стороны. Да и ближайшее важное событие нам всем тоже хорошо известно. 1 июля Израиль вернет, должен вернуть часть исторического суверенитета над частями Иудеи, Самареи и Орданской долины. Должен как минимум это сделать. Осталось три дня. Но для того, чтобы понять даже ближайшее будущее, необходимо разобраться в недавнем прошлом, чем мы и займемся в следующие 60 минут. Итак, сегодня в программе «Израиль за неделю». Карантин всемогущий. Правительство не введет жесткие ограничительные меры из-за очередной волны коронавируса. Коалиция уверена, что только так можно спасти экономику. Оппозиция бьет тревогу. Кризис мешает жить. Историческое право. 1 июля Израиль должен начать процесс распространения суверенитета на части Иудеи, Самареи и Орданскую долину. Почему это должно произойти и почему может не получиться? Шансы на выживание. Экономический кризис становится сложнее для управления. Правительство открывает рынок и снижает налоги. Бизнесмены все меньше уверены в том, что смогут вернуться на рынок. А уровень безработицы по-прежнему бьет рекорды. Внимание, легализация. Кнесет в предварительном чтении утвердил закон о легализации каннабиса. Спасет ли экономику то, что Тель-Авив станет ближневосточным Амстердамом? Вы смотрите программу «Израиль за неделю». Прошедшая неделя была сложной не только для нас, граждан, но и для правительства. У правительства 36 министров, бюджетная дыра, много планов по выходу из кризиса и постоянно маячащий на горизонте карантин. Коронавирус в очередной раз скорректировал ритм нашей жизни. Подробности того, как это произошло, в материале нашей редакции. Карантина не будет, но жесткие меры правительство все же ввело на этой неделе на фоне растущей статистики. То ли первой, то ли второй волны COVID-19. В среду утром из-за резкого роста числа заболевших был введен жесткий карантин в пяти кварталах Тверии и в городе Эль-Ад. При этом рабочая группа военной разведки опубликовала на этой неделе отчет, в котором призвала распространить эту меру и на Бнейбрак, и поселок Арара в Негеве. Спецслужбы требуют увеличения числа проверок на коронавирус в таких городах, как Ум-эль-Фахм, Тель-Авив, Иерусалим, Бейтар-Элит, Кириат-Гат и Хура. Рекорд недели был установлен в среду, 24 июня. В Израиле выявлено 532 инфицированных COVID-19. К середине недели число израильтян, страдающих коронавирусом, превысило 6 тысяч человек. Правительство сопротивляется. Во-первых, увеличивает штрафы. Теперь выход из дома без маски обойдется в 500 шекелей. Это примерно 145 долларов. Полиция получила право закрывать в немедленном порядке и без ордера любое заведение, нарушающее правила, установленные Министерством здравоохранения, которые касаются количества посетителей и социальной дистанции. По официальным данным, израильтяне уже заплатили 80 тысяч штрафов, из которых 23 тысячи за отсутствие маски. Рекорд по штрафам установлен в Иерусалиме. На втором месте – Тель-Авив. На третьем – Батьям. Кабинет министров понимает, что введение повторного карантина опрокинет экономическую систему окончательно. Минфин подготовил новый закон о хозяйственном регулировании, в котором главным станет ослабление государственного контроля в различных сферах экономики, а также снижение налогов. Реформа и либерализация коснутся сельского хозяйства, молочного рынка, электроники и текстиля. Частично будут отменены или снижены пошлины на импорт. По идее правительства, это приведет к стимуляции рынка даже в условиях кризиса. Итогом реформы должна стать быстрая реструктуризация рынка занятости, что должно снизить безработицу. Оппозиция атакует Кабинет и лично министров практически по любому поводу. Премьер-министр стал объектом критики на этой неделе из-за решения о возврате налогов. Министру обороны бывшие соратники Покахой Лаван напомнили дело о подлодках, которые Ганс еще до выборов обещал превратить в четвертое коррупционное дело против Нетаньяу. И если Биби критикуют без особого креатива, то Гансу напоминание о подлодках бывшие друзья из блока Яшатит Телем прислали в виде дирижабля, который в среду на несколько часов завис в небе над парламентом. С призывом к сменному премьеру вспомнить об обещаниях. Денис Гольдман, Ближневосточное бюро РТВА Политические итоги недели обсудим с депутатом КНЕСТа от блока Яшатит Телем Константином Развозовым. Константин, добрый вечер. Добрый вечер, Борис. Сложная получилась неделя. На вас лично что произвело большее впечатление? Вот эта акция Яшатит Телем с дирижаблем в виде подводной лодки, либо совместный закон КНЕСТа о частичной легализации каннабиса? Я думаю, что больше всего меня поразило на этой неделе это то, что финансовая комиссия вместо того, чтобы работать 24-7, чтобы помогать людям, которые находятся в очень плохом положении, в финансовом плохом положении, занимались льготами самих политиков. Освобождали Натаньяу и Ганса от налогов. Я все понимаю, конечно, но... Это меня поразило. На меня это больше всего лично, скажем так, подействует. Но на Бениамин Бенсон еще все-таки зарплата не самая большая. Я имею в виду премьер-министр. Может быть, все-таки, ну, как обычно, гражданин, мы все имеем право на возврат налогов? Может быть, но не за счет ремонта личного дома в Кейсарии, бассейн, который он ремонтировал в Кейсарии. Я считаю, что государство не должно ему это оплачивать. Это не резиденция, это не официально, это его личный дом. Поэтому, когда у меня дома какой-то ремонт, я сам делаю за свой счет и не прошу ни у кого освобождения или компенсации. Поэтому я думаю, что человек, который является сам мультимиллионером, то может оплатить себе это раз. Два, даже если он прав, даже если он, я хотя и с ним не согласен, то почему сейчас, когда миллион человек сидят без работы, когда у людей на глазах рушатся бизнесы, действительно очень тяжелое экономическое положение, и именно в это время финансовая комиссия вместо того, чтобы заниматься людьми, занимается льготами самих политиков. Я считаю, что это очень плохо, действительно. И тем не менее, очень многие говорили, что КНЕС так или иначе будет объединен вопросами суверенитета, присоединения Иудеи, Самарии и Орданской долины. Тем не менее, действительно, объединение КНЕС-то произошло по поводу закона о легализации каннабиса. Есть ли это вообще какое-то объяснение? Ну, начнем с того, что аннексия – это действительно вопрос. Я думаю, что, может быть, среди сионистских партий есть консенсус, но да, есть, скажем так, разногласия, когда это должно было сделать или при каком порядке это должно происходить. Мы считаем, что это не в одностороннем порядке должно проходить. Да, должно быть обсуждение и с Америкой, и с странами в регионе. Но, в конце концов, я думаю, что Натаньяо сейчас об этом отводит, именно отвлекает людей от финансового положения и говорит об аннексии, хотя я не думаю, что это вообще произойдет. Насчет легализации, насчет закона о легализации, да, и партия Рикуд, и Кахол-Лаван, они инициировали этот закон. Да, из нашей партии мы поддержали, потому что я считаю, что должен быть контроль государства. Сегодня мы видим, не надо далеко заходить, мы видим, многие себе позволяют. И так как уже молодой парень, который попробовал каннабис, и за это ему открывают уголовное дело, и потом это влияет на всю его жизнь, то я считаю, что это уже неприемлемо. Да, должно быть контроль государства, налоги государства может получать, потому что это так сегодня, это происходит. В конечном итоге закон о легализации, вот это предварительное чтение, стало примером того, что КНЕСТ может действительно работать вместе. Опять же, есть большое количество вопросов, по которым есть принципиальные разногласия. В КНЕСТе не прошли предложения по поводу пособий для фрилансов, например. Да, я вам скажу, что насчет того, что Ганс сказал, что он вошел в правительство, чтобы влиять изнутри. Так мы при этом голосовании за три минуты повлияли намного больше, чем Ганс изнутри, хотя не изнутри, из оппозиции, потому что если бы на наших голосах прошел этот закон, если бы не было нашей поддержки, этот закон бы не прошел. Насчет того, что Натаняу и Ганс, я считаю, что это позор для них, голосовали, пришли на это голосование, они могли не приходить и голосовали против пособия частным предпринимателям, которые сегодня действительно, они не получают ничего от государства, никаких компенсаций. Они сидят без работы, у них бизнесы разрушатся, они на грани банкротства, они пришли, голосовали против них, я считаю, что это позор. Что не устраивает ваших оппонентов, то есть коалицию в этом законе? То есть вам сказали, вот пункт номер 6, например, или пункт номер 7, ведь это же логично, и эта тема обсуждалась в течение всех выборов, и даже из Ликуда и Ганс в том числе говорили о том, что необходимо уравнять самозанятых, то есть частных предпринимателей, фрилансеров в правах с наемными рабочими. Знаете, нет никаких аргументов. Они просто, они не говорят, они голосуют против, они видят все это положение, они даже не выходят на улицу под Кнестом, и есть протесты, митинги, мы выходим и общаемся с людьми, с этими частными предпринимателями, которым ничего не остается, у них нет работы, они сидят под Кнестом и просят деньги, просят компенсации, это выглядит очень плохо для государства, и у партии власти Ликуды, Кахола Ван, их партнеры, они даже не выходят к ним, они смотрят к ним в глаза, они просто проводят свои законопроекты на себя законопроекты, на благо себя. Никакого аргумента не было, достойного аргумента, почему они проголосали против. Если бы они помогли, сказали, давайте в другую формулу, хорошо, можете снять с голосования свой закон, мы подадим другую формулу, мы бы согласились. Мы сказали, мы будем ответственной оппозицией, мы будем работать на благо людей, потому что сегодня очень тяжелое положение в стране, не надо заниматься политикой, давайте заниматься людьми, они занимаются политикой. С другой стороны, ведь правительство предпринимает определенные шаги для того, чтобы исправить нынешнюю ситуацию, и все равно оппозиция, лидер оппозиции, Эйр Лапит, вы постоянно критикуете все, что делает кабинет. Вы критикуете в том числе и снижение налогов, снижение пошлин, которое планируется ввозных, открытие рынка, например, молочной промышленности. То есть, что не так? Это неправильно, это неправда. Мы не критикуем все, что с открытием рынка. Мы первые. И особенно Лапит, который считает, он за, скажем так, у него капиталистский, подход больше капитализма, он считает открытый рынок, свободный рынок. Он очень за, он как министр финансов, экс-министр финансов отстаивал эту позицию. Это очень важная позиция, как можно больше конкуренции, чтобы снизить дороговизну жизни. И мы критикуем то, что, опять же, то, что мы видим, у нас это единственные шаги, которые делало правительство на этой неделе. Они не увеличили бюджет здравоохранения, они не борются по-настоящему, у них действительно провал в борьбе с коронавирусом. То, что мы видим, они работают сами на себя, проводят норвежский закон, это на себя еще 15 джобов, ставок на себя. Они провели льготы, отстранили от налога, освободили от налога премьер-министра одного и второго, дали ремонт частных домов и так далее, деньги, выделили им деньги. Они занимаются, опять, своими же вопросами. Поэтому мы действительно критикуем и пытаемся в комиссиях отстаивать, отстаивать. Мы им действительно устраиваем филибастеры и так далее. Чтобы отстаивать свои позиции. Если все, что связано на благо народа, мы поддерживаем все, что связано с поддержкой. Все, что нам остается критиковать, потому что ничего не делают. А где? Все обещанные компенсации. Обещали 100 миллиардов шекелей. Выплатили, может быть, 25-30 миллиардов шекелей. Где деньги? Они жалуются на бюрократию. Правительство жалуется на бюрократию, которую сами устраивают. Поэтому... Ну, это есть, конечно, в нашей стране определенные необъяснимые моменты. Но, с другой стороны, хорошо. Опять же, пример работы, совместной работы в КНЕСТе. Комиссия по реабсорбции, членом которой вы являетесь, она рассмотрела ваши предложения. Ульпаны, языковые курсы для новых репатриантов. Они возобновляют свою работу. И люди получат еще дополнительные вещи. То есть есть некие темы, которые объединяют всех политиков. Я выбрал себе как раз две ниши, два направления, в которых нет коалиции и оппозиции. Это репатрианты, все, что связано с репатриантами, и это спорт. Поэтому я инициировал комиссии. Действительно, буквально за эту неделю, у меня была довольно плодотворная неделя, я инициировал три комиссии. На трех комиссиях достиг уже разных достижений. Почему? Потому что те чиновники, которые должны были давать ответы на комиссии, те, которые принимают решения, приходили туда уже с какими-то планами разработанными, с ответами. И мы их заставили двигаться в какую-то сторону. То, что все, что связано с новыми репатриантами, это комиссии, новые репатрианты в очень плохом положении. Почему? Потому что они не успели выучить иврит. Их уроки иврита прекратились посредине и перешли. Некоторые вообще прекратили, некоторые перешли на онлайн-режим, в Zoom. И, соответственно, люди... Положили, что было утвердено другая миссия? Во-первых, нам удалось заставить министерство абсорбции, продлить им всех тех, кто хотят дополнить уроки иврита. И они имеют на это право. Им выделят эти часы, государство выделит эти часы. Это раз. Два. Будет представлен план по расширению корзины абсорбции более чем полгода. Почему? Потому что те люди, которые сегодня у них нет возможности учиться, и они не могут, соответственно, работать, у них нет иврита, у них просто нет денег на существование. Поэтому будет план, который передаст Минфин, и я надеюсь, что его одобрят. Хорошо. Это, наверное, то, что можно решить. Но есть еще одно нечто, что должно произойти на следующей неделе. 1 июля суверенитет Иудея-Самария и Орданская долина. Прогнозы неблагодарное дело. Тем не менее, на ваш взгляд, что-то произойдет на следующей неделе? 1 числа мы получим четкий план? Либо эта история повиснет в воздухе и ничем не закончится? Мое мнение, это, опять же, еще один трюк Натаньяу. Он пытается отвлечь внимание от финансового и экономического кризиса. И разговоры об этом, об аннексии, ему очень, скажем так, на руку. И я смотрю, слежу, израильские дипломаты, которые должны отстаивать это мнение, не знают, о чем речь, нет карты, не понимают вообще. Службы безопасности также не понимают. Поэтому я не очень, скажем так, нет у меня такой уверенности сказать, что что-то произойдет. И я считаю, что это неправильно, чтобы это произошло в одностороннем порядке. Да, должен быть диалог с нашими стратегическими партнерами, и с Саудами, и с Египтом, и с Иорданией, нашим главным, об аннексии. И, конечно же, с Америкой, которая вливает деньги во весь этот план. Это сделка века. Поэтому должны идти какие-то переговоры. Если мы это сделаем сейчас из-за выборов в Израиле, из-за выборов у Трампа, я считаю, это неправильно. Так не делается этот процесс, который будет влиять на наше будущее, на будущее наших детей. Это надо делать аккуратно, правильно, построить так, как надо. Но да, использовать ситуацию, потому что есть ситуация, ее надо использовать. Мы, да, за аннексию, но не в одностороннем порядке. Константин Разводов, спасибо за участие в программе. Ваш комментарий, всего хорошего. Надеюсь, следующая неделя будет лучше, чем эта. Очень надеюсь. Смотрите далее в программе «Израиль за неделю». Историческое право. 1 июля Израиль должен начать процесс распространения суверенитета на части Иудеи, Самарии и Орданскую долину. Почему это должно произойти и почему может не получиться? Шансы на выживание. Экономический кризис становится сложнее для управления. Правительство открывает рынок и снижает налоги. Бизнесмены все меньше уверены в том, что смогут вернуться на рынок. А уровень безработицы по-прежнему бьет рекорды. Внимание, легализация. Кнесет в предварительном чтении утвердил закон о легализации каннабиса. Спасет ли экономику то, что Тель-Авив станет ближневосточным Амстердамом? Вы смотрите программу «Израиль за неделю». Корона уйдет, суверенитет останется. Если он, конечно, начнется на этом этапе, который, в свою очередь, начнется. Точнее, должен начаться 1 июля. Несмотря на весь скепсис и его сторонников, и его противников. На самом деле, Израиль не собирается забирать у палестинцев территории, которая находится под контролем национальной автономии. Речь идет о земле, которая и без формального суверенитета контролируется Иерусалимом. Как и ожидалось, при всей тяге к присоединению иудеи с Амарией и Орданской долины, процесс определил первые серьезные трещинки в коалиции Биби-Ганса. На этой неделе стало определенно понятно, что в Ликуде и Кахоль-Лаван говорят о разных планах действий. Причем Ганс требует, как минимум, согласования этих планов с орданцами, а Нетаньяу готов опериться исключительно на американцев. Процесс внутреннего обсуждения сопровождался давлением со стороны оппозиции, левых активистов, которые активно митинговали на этой неделе, и тлеющим протестом с элементами беспорядков на территории самой палестинской автономии. В конце недели госсекретарь США Майк Помпео в очередной раз лаконично определил всю историю как решение Израиля, а не кого-то другого, и призвал Иерусалим наконец определиться и сделать первый шаг по уже одобренному американцами сценарию. К нам в студии присоединился Аркадий Мутер, член партии «Зеут» и общественный деятель. Аркадий, добрый вечер. Добрый вечер. Вы живете за так называемой «зеленой чертой» в Иудее и Самарее. Поселок... Поселение Офра. Офра. Что будет с вашим поселком в случае реализации вот этого плана Трампа, сделки века, присоединения, аннексии, восстановления суверенитета? Как вообще всю эту ситуацию трактуют именно там, где живете вы? Мы обречены на то, чтобы вернуться к самым худшим временам после соглашения ОСЛО. Первое, по некоторым вариантам карт мы будем отрезаны от Иерусалима, либо то поселение, которое идет уже дальше после нас. Это значит, что мне придется добираться до Иерусалима моим детям на учебу больше, чем час, там через различные эти самые непонятными окольными дорогами. Сколько сейчас эта дорога занимает? Если без пробок, я сегодня добираюсь до работы, без пробок 35 минут. Но дело, вы же понимаете, дело не в сколько занимает времени. Есть люди в Израиле внутри, Израиле, который проводит намного больше времени. Дело не в этом. Дело в следующем. Следующий шаг. Будет заморожено все строительства. Это значит, что мои подрастающие пять детей, двое из которых уже, так сказать, люди взрослые, планируют, так сказать, думают о создании своей семьи, не смогут купить жилье в Офре по одной простой причине. Нам просто запрещено строить. Мы и так сегодня, будет запрещено строить. Мы и так строим там, так сказать, по капельке. И то с большими скандалами. Следующий вопрос безопасности. Мне придется ехать по так называемой палестинской автономии. Что чревато, я вспоминаю, так сказать, начало 2000-х годов, когда на работу я ездил в бронежилете и в каске. Полный нонсенс, полный цирк. Получается, все, что сейчас мы имеем, это лучше, чем то, что нам предлагают Нитаньягу и Трамп. Либо это, в общем-то, разные инициативы и разные планы. Давайте посмотрим, рассмотрим техническую сторону дела, а потом коснемся глубинной сути вопроса. Если можно хотя бы на миллиметр, на два квадратных метра продвинуться в сторону, так сказать, установления суверенитета в Иорданской долине, вокруг существующих поселений, в Гуши-Цеоне, еще где-то, я двумя руками за. Везде, где можно продвинуться в плане суверенитета, возвращения израильского народа, еврейского народа на свою исконную территорию, надо это сделать ровно до той черты, до красной черты, которая говорит и утверждает и продвигает то, что называется палестинским государством. Это недопустимо. Ни миру, ни государству Израиля, тем более, не надо сегодня и вообще никогда дополнительное террористическое государство. В Ромале думают иначе? Мне абсолютно наплевать, что думают в Ромале. Я думаю, что пришло время, что еврейский народ после 2000 лет изгнания, после Холокоста, который он пережил, после стольких войн, после стольких людей, которые он уложил и в войнах, и в террорактах, пришло время думать о себе и волноваться, что нам хорошо, а не другим хорошо. То, что происходит сейчас, может иметь очень исключительно опасный аспект. Я хочу напомнить, что первородный грех начался в соглашении Осло, когда было сделано два страшных шага. Первое. Был признан еще чуть-чуть раньше так называемое образование, которое называется палестинский народ. Второе. Придав себя, мы взяли на вооружение, одну секундочку, мы взяли на вооружение страшную формулу, которая говорит «в мир в обмен на территории». Сегодня никто таким образом, нигде, ни в одной стране мира, таким образом мир не делает. Вы хотите мир? Мы дадим вам мир. Вы хотите войну? Вы получите войну. Хорошо, но существует объективная реальность. Существует Евросоюз, существует Россия, существуют Соединенные Штаты, которые считают, что два государства для двух народов это некий оптимальный вариант. План Трампа в том виде, в котором он был предложен, подразумевал пункт, по которому, если палестинцы отказываются от диалога и от этого плана, то дальше все происходит без их участия. Невозможно сегодня не обсуждать эти темы, либо мы должны их не обсуждать? Мне каждый раз поражает, насколько это, так сказать, не личное утверждение, а вообще я обращаюсь и к себе самому, и к нашему народу в общем, и в частности. Насколько у нас короткая память. Вы сейчас упомянули различные международные, так сказать, органы. Я с большим уважением отношусь к людям, которые хотят добра Израиля и что-то для этого делать. Но при всем при этом это никоим образом не отменяет то необходимость понимания того факта, что никто, кроме нас, израильтян, никто, кроме самого Израиля, не может быть ответственным за свою безопасность и за свое развитие. Вы упомянули Евросоюз, вы упомянули различные международные органы. Я хочу вас спросить. Давайте не будем колупать давнюю какую-то историю. Два-три года тому назад ДАИШ-Исламское государство занималось и занимается сегодня геноцидом езидов. Что-то сделало международное обсуждение? Нет. Ничего не сделал. Судан, Иран, Ирак, Сирия, Иордания, Ливан. Друзья мои, когда действительно нужна помощь от так называемого сообщества. Я согласен с вами абсолютно. Но в данной конкретной ситуации был шанс с точки зрения того, как это трактовалось изначально во время презентации сделки ВЕКа, построить ситуацию таким образом, чтобы действовать самостоятельно и самим. Для этого необходимо было дождаться ответа от палестинской автономии, который поступил и его нет. Где тогда ошибка во всей этой истории? Никто больше миссионистами, чем мы, не будет. Я уже сказал, где самая главная ошибка. Признание такого образования, как палестинский народ. Если вы хотите говорить о палестинском народе, пожалуйста, положите мне на стол список прозаиков, писателей, художников, общественных деятелей, палестинских, не будем ходить далеко. 19-го, 18-го, 17-го века. Вы можете предъявить такой список? Нет. Но этот список не может быть. Нет, друзья мои, это исключительно важно. Право историческое и моральное право на эту землю есть только у одного народу. И оно запечатлено в книге, которая признает все народы. Библия называется, есть такая книга. Но даже если мы не идем, так сказать, в сионистко-религиозные объекты, друзья мои, мы использовали формулу, которая называется «Я тебе дам территорию и независимость, ты мне за это попробуешь дать мир». Мы сделали это несколько раз. Что мы получили взамен? Террор. Полторы тысячи убитых, десять тысяч ранних. Это сказка. Есть большая разница между презентациями и между то, что происходит в Офре и по дороге из Офры в Иерусалим. И то, что планируется сделать так называемое палестинское образование, дать еще и государство, мы с ума сошли, друзья мои. Посмотрите на газу. Дали им государство. Даже я не говорю сейчас о религиозном аспекте, что это наша земля, что мы говорим о Шхеме, о Хевроне. Так сказать, друзья мои, есть где-то история, подтвержденная и письменной, и эпосом, и раскопками археологии, и всеми исследованиями. Это еврейский народ на этой земле. О чем мы говорим вообще? Ну, так или иначе. Хотите мира, живите с нами в мире. Это очень просто. Так или иначе вопрос стоит на повестке дня. 1 июля на следующей неделе. Осталось несколько дней. А что, собственно, произойдет тогда в этот день, если ни один из вариантов, которые предлагаются, не устраивают вас как представителя правого лагеря? Как мы должны вообще поступить? В идеале мы должны поступить следующим образом. Мы отменяем соглашение ОСЛУ. Это была страшная, дикая ошибка, которая обошлась нас дикой ценой. Мы возвращаемся к положению до ОСЛУ, когда было на так называемых территориях военной администрации. Мы говорим людям, милым вооруженным людям, у вас есть 24 часа, покинут эту территорию. Если вы не собираетесь этого делать, мы будем с вами воевать. Все, кто устраивает государство Израиль, получают права человека, нет никаких проблем. Гражданских прав они не получат. Параллельно с этим надо запускать два механизма. Механизм номер один. Мы должны сделать все, что направлено на поощрение Алии. Нам нужна Алия. И, кстати, в свете происходящих сегодня в мире и в Америке, и в Европе событий, я думаю, это акт необходим и для диаспоры. Вопрос номер два. Кардинальный проект. Нам соглашение ОСЛУ обошлось больше, чем в триллион шекелей. Эти деньги, которые, кстати, это, так сказать, накрутка, она продолжается на все, на безопасность нашу и так далее, надо направить на следующую в том числе. Есть люди, которые не хотят жить в еврейском государстве. Я их понимаю, но ничего с этим поделать не могу. Возьмите консилизм абсорбции и найдите, так сказать, свой национальный дом в любой арабской стране. Здесь свои, так сказать, национальные вени и чайни вы реализовать не сможете. Точно так же, как Аркадий Мутор не мечтал реализовать свои какие-то национальные чайни и вени в Белоруссии, понимая чудесно, что Белоруссия – это белорусская страна, и там хозяин белорусский народ. И так это должно быть, и это нормально. А если у меня есть избыток еврейской самоидентификации и мотивации, пожалуйста, для этого есть Израиль. Но план, который предлагаете вы, первый пункт, о котором вы сказали – отмена соглашений ОСЛА, предложение сдать оружие пластинским... Установление суверенитетом. Я хочу напомнить... Хорошо, но это начало крупномасштабного военного конфликта. Я вам хочу напомнить, что как создавалась эта страна? Она что, создавалась мирным путем? Все прибежали, принесли на... Но сейчас 2020 год, а не 1948 год. Это в нашем ошибке. Поймите, с точки зрения нашей мы хотим результат и сейчас. Это европейская ментальность. Мы хотим результат сейчас. Восточная ментальность совершенно другая. Она говорит следующее. У нас есть вот этот прыщик, не хочу сказать где, вот здесь вот на Ближнем Востоке. Мы никогда не простим его существование. Надо будет 100 лет еще с ним бороться. Мы будем 100 лет бороться. Надо 200, и мы будем 200 лет бороться, пока его не уничтожим. Это позиция палестинцев. И она, кстати, правильная. Нам надо сказать то же самое. Ребята, после 2000 лет мы вернулись и навечно. И навечно. И нет здесь никаких вариантов. Мы установили понятие палестинский народ. Мы создали так называемую автономию. Как вы себе представляете... Есть ли во всей этой истории какой-то вариант компромисса? С кем? С Бенемином Натаньягу и Бенниганцем, с Трапом и с теми же самыми палестинцами? Никто не знает, так сказать, четкую и ясную позицию Бенемина Натаньягу. Либо ее нету, либо он просто вынужден играть между двух огней. Я лично и наша партия считает, и мы его будем поддерживать до той степени, до той границы, когда речь начинается о палестинском государстве. Возможно сегодня принять, восстановить суверенитет не на всей территории, на какой-то там, я не знаю, в Иорданской долине, в Офре замечательно. Как только начинают нам рассказывать о том, что мы вам дадим здесь суверенитет за то, что вот здесь откусим от вас территорию и дадим им подступ к портам, через которые вы понимаете, что будет пройти, там своя армия, своя авиация и так далее и тому подобное, этот разговор должен тут же прекратиться. Мы сегодняшними нашими действиями постоянно занимаемся реанимацией ОСЛА и легитимацией создания террористического государства. У кого есть вопросы, пусть посмотрят на эмблему партии ФАТОВ, лидером которой является наш любимый, всеми любимый, обожаемый Абумаз. Посмотрите на ее эмблему. Там нет Израиля. Друзья мои, наш конфликт не территориальный. Если вы утверждаете, что наш конфликт не территориальный, у нас полно территорий. Почему никто не говорит, давайте от Египта откусим кусочек, от Синайского полуострова. Полно территорий. Дело не в этом. Дело в том, что Израиль возвращается на свою землю. Я бы уже не предъявлял, что из Египта мы все-таки вышли оттуда с большими материальными ценностями во время Песаха. Аркадий, спасибо за участие в программе. Я надеюсь, что все-таки на следующей неделе мы поймем, как будут развиваться события дальше. Надо дожить до 1 июля, и будет понятно, что будет потом. Всего хорошего. Спасибо за участие в программе. До встречи. Хороших новостей. Вы смотрите программу «Израиль за неделю». И все же главной фундаментальной темой недели оставалась тема экономического кризиса. Как он выглядит на бытовом уровне, мы показывали уже не один раз. С нашим следующим гостем мы поговорим о посткарантинном кризисе, как о неком глобальном процессе. В прямом эфире RTVI экономист доктор Алекс Коман, преподаватель колледжа Тель-Авив-Яфа. Доктор Коман, добрый вечер, Шава Атов. Добрый вечер, Борис. Как вы оцениваете экономическую ситуацию в Израиле? Такого кризиса действительно не было в стране до сих пор? На первый взгляд, если посмотреть, что происходит сегодня, то особого кризиса вы не почувствуете. Люди довольны, что выходят из карантина, возвращаются в рестораны, но кризис уже здесь. Мы его увидим очень скоро, когда у людей закончатся деньги, а малый бизнес, который был закрыт, не сможет вернуться к нормальной деятельности. Это будет эффект домино. Люди не смогут платить ипотеку или аренду, банки начнут их просто выгонять из домов. Весь вопрос, насколько сильным будет этот процесс. Доктор Коман, насколько по вашему действия властей правильный или все-таки выход из карантина должен был выглядеть как-то иначе, чем то, что мы видим сейчас? Речь идет о беспрецедентной ситуации, которой раньше не было. Мы до конца не можем говорить, правильно ли поступают люди во всем, что касается борьбы с коронавирусом. Поэтому действия правительства в целом понятны гражданам. Есть примеры самых крайних ситуаций, как в Китае, где закрыли наглухо целые города или, например, Швеция, где сначала все было открыто, но потом поняли, что перегнули палку. Возможно, нужно было действовать конкретнее в отношении отдельных групп населения, школьников, пожилых людей и так далее. Но в целом нет места для критики задним числом. Вы считаете, что экономическая катастрофа неминуема? Как все же ее избежать? Решение этому есть. Правительство Израиля должно просто взять деньги взаймы на международном рынке. Сегодня там низкие проценты. И дать эти деньги тем гражданам, которые смогут заново запустить экономику страны. Много лет назад, в момент кризиса, правительство придерживалось другой политики сидеть в стороне, дать сильным выжить, а слабым помочь исчезнуть. Это неправильная политика. Нужно помочь малому и среднему бизнесу. Без него экономика не вернется на рельсы. Если я помогаю парикмахеру, а он выходит на работу и нанимает няню для своего ребенка, я завожу заново весь экономический процесс. Этого мы должны добиваться. Это задача государства. А возможно, что не все так плохо? Есть компании, которые, наоборот, пересматривают свою деятельность, и после кризиса они усилятся и займут больший объем рынка. Одна из хороших новостей – это то, о чем вы говорите. Это как пожар в лесу. Сам по себе пожар – это катастрофа. Но он открывает лес. Растут новые деревья. Так же и в экономике. Те бизнесы, которые еле-еле держались, не смогут вернуться к деятельности. В свою очередь, сильный бизнес может выиграть за счет отсутствия жесткой конкуренции в этот период. Это может быть и хорошо, и мы увидим положительные моменты. И все же, доктор Коман, Израиль, мы, правительство, мы сможем победить корону и кризис? Ваш прогноз? Я уверен, что Израиль сможет из этого выйти. Весь вопрос цены – сколько мы за это заплатим. Сколько человек потеряют работу, сколько не смогут платить суды. Но я уверен, что через два года никто из нас не вспомнит про корону. Тем более у нас и так короткая память. Доктор Коман, спасибо за участие в программе и ваш комментарий. Шава Ато в хорошей вам неделе. Спасибо, Борис. Всего хорошего. Смотрите далее в программе «Израиль за неделю». Вы смотрите программу «Израиль за неделю». Предвыборное обещание Ликуда и Кахоль-Лавана легализации марихуаны, о котором так много говорили перед последними выборами, оказалось не только предвыборным обещанием. На этой неделе Кнессет в предварительном чтении одобрил два закона, которые представили депутаты этих партий Шарнас Кель и Рам Шеф, которые фактически превратят Израиль в Ближневосточную Голландию. Легализация будет частичной. Израильтянам позволят курить не в общественных местах, употреблять каннабис с 21 года и иметь при себе не более 15 граммов, запретят выращивать марихуану самостоятельно, разрешат ее покупать в специальных магазинах, которые должны обладать лицензией Минздрава. Государство надеется получить миллиарды шекелей налоговых поступлений, которые принесет легализация. Противники данных мер говорят о том, что главная проблема заключается в том, что на плаву останется серый рынок, то есть криминальная составляющая изменится не сильно. Другой сомнительный аспект того, что происходит, это полный контроль государства и отсутствие конкуренции, которая не появится, если не будут выданы новые лицензии производителям марихуаны, что серьезно может повлиять на усиление криминализации рынка. Однако наблюдатели не сомневаются в том, что закон будет принят и во втором, и в третьем чтениях, несмотря на все «но». Для нынешнего правительства это серьезное подспорье в условиях бюджетного дефицита и кризиса, который в Израиле усиливается с каждой неделей. К нам в студии присоединился врач доктор Илья Резник, специалист по медицинскому каннабису и координатор форума по медицинскому каннабису в Израиле. Доктор Резник, добрый вечер. Добрый вечер. Так революция или не революция? Либо это некий промежуточный вот такой момент, а революция случится уже после того, как действительно примут все законы. Я думаю, что это правильный шаг в нужном направлении, и это действительно революционный шаг во многом. Я очень надеюсь, что наше правительство будет последовательное, как оно последовательно действует в планах декриминализации энд-юзеров, то есть не продавцов, а тех, кто употребляет для личных целей, не для перепродажи. То есть совершенно конкретная и последовательная политика правительства о декриминализации такого населения, не открывают уголовные дела, не заводят новые уголовные дела на таких людей. Вместе с этим, вместе с этим, это, конечно, еще, как вы сказали правильно, половинчатая мера, и в дальнейшем мы надеемся, что регуляция будет улучшена значительно. Моя цель – улучшить регуляцию для моих пациентов, для пациентов, которые принимают канавис по медицинским показаниям, для медицинских целей, а также облечить работу врачей, которые работают в этой области. Но если примут закон вот об этой частичной легализации, зачем тогда менять неудачную реформу Лицмана, бывшего министра здравоохранения, которая очень усложнила выдачу медицинского каннабиса, если каннабис можно будет пойти и купить в специализированном магазине или аптеке? Я думаю, что эти вещи дополняют одно другое. Я думаю, что это не одно против другого. Я думаю, что моим пациентам будет легче, скажем, если сегодня Минздрав разрешает им приобрести 30-40 грамм каннабиса, а им нужно 50-60, то они все равно покупают его на черном рынке. Непонятно какого качества, либо перепродают друг у друга. То есть полное безобразие и отсутствие какого-либо контроля, и даже невозможно пациенту что-то посоветовать толковое. А тогда, когда это будет совершенно легально, это будет нормально. Смотрите, в большинстве стран, где каннабис разрешен для медицинских целей, так скажем, в большинстве штатов Соединенных Штатов, в Канаде, там есть параллельная система медицинского каннабиса и параллельная система каннабиса для личного пользования. И они существуют. Все существуют мирно, помогают одна другой. И я не вижу никакого противоречия в этом. Но после вот этой легализации, после вот этих реформ, которые произошли в Соединенных Штатах, криминальная составляющая рынка, серый рынок, все равно остался. В значительно меньшей степени. В значительно меньшей степени. Но для того, чтобы сократить ее, необходим испанский вариант, когда можно выращивать каннабис дома. В Израиле, судя по всему, это не предвидится. В Испании пошли по другому пути. В Испании правительство решило разрешить пользоваться каннабисом для любых целей, не включая медицинские. То есть они говорят, кто вы хотите, мы разрешаем вам выращивать в так называемых социальных клубах. Индивидуальные выращиватели выращивать не имеют права. Только если клуб делает для вас заявку у какого-то фермера и вам там выращивают каннабис. То есть там они говорят, мы не знаем про медицинские свойства каннабиса, растите его для любых целей. Мы далеки от этого. Это так называемая испанская система. Мы близки к осуществлению так называемой канадской системы, где идет постепенная декриминализация, открытие рынка, но на новые фирмы, которые будут выпускать каннабис для медицинских целей. И есть очень жесткая конкуренция. В Канаде цены на каннабис пошли вниз. Последние два года те фирмы, которые думали, они заработают миллионы, они не заработали миллионы, потому что цена на каннабис сильно упала. Но в Израиле все будет очень жестко регулироваться государством лицензии и, опять же, очень ограниченное количество компаний, которые производят каннабис. Это проблема нашей страны во всех сферах. Тотальная регуляция, тотальное засилие бюрократизма. И наш премьер-министр несколько раз отмечал это, что нужно снимать бюрократические препоны. Я надеюсь, будет проведена серьезнейшая реформа под новым руководством Минздрава. Серьезнейшая реформа в так называемом управлении по медицинскому каннабису, где зарегулировано все, вплоть до того, что мне диктуют, мне, лечащему врачу, лечащему сотни и тысячи пациентов с разными видами заболеваний, мне, они, неизвестные анонимные чиновники, диктуют, каким сортом марихуаны лечить, в какой дозе и как часто вызывать на наблюдение. Вы понимаете? Это такого не может быть. Мы должны снимать это дело. Я надеюсь, что у нас будет встреча с новым заместителем министра здравоохранения, господином Кишем. И он нас уже пригласил на эту встречу. Он курирует направление медицинского каннабиса. Я надеюсь, будут произведены очень серьезные перестройки в области медицинского каннабиса для медицинских целей. Врачи получат право выписывать каннабис по своему усмотрению, так, как они считают нужным. Я более чем уверен, врачи ответственнейшие люди, знающие, что они делают. Я не боюсь доверять врачу, как, в общем-то, население доверяет врачам во всех остальных случаях. Вся история с медицинским каннабисом, ну и с каннабисом вот на этой фазе, началась где-то в конце нулевых. У вас было ощущение, что вот мы все-таки доживем вот до этого момента, а очень многие называют все-таки происходящей революцией? Я тоже называю революцией. Я очень рад, что мы дожили на нашем поколении. На самом деле изменения происходят быстрее, чем я ожидал. И это очень хорошо. В общем, видимо, много разных элементов подключилось. Социальные, политические, экономические и так далее. То есть я думаю, на зрел момент, и таким образом расширять сферу применения каннабиса для медицинских целей. Я думаю, на самом деле, это моя личная точка зрения, хотя я член Центрального комитета Международной ассоциации медицинского каннабиса, и мы считаем, что каннабис будет применяться более широко, чем применяется сегодня. Но области медицинского и немедицинского параметра, они не жестко разграничены. Мы не можем говорить так, что ты употребляешь, скажем, два первых грамма для медицинских целей, а два остальных для, скажем, хорошо провести вечер. Нет четкого разграничения. Но я думаю, что каннабис – очень хорошее психоактивное вещество. Мы его должны изучать, мы должны знать, как им пользоваться, мы должны объяснять всю пользу и все опасности этого вещества, но не запугивая население, не говоря о том, что вы станете наркоманами, дементами, безумными и так далее. Наше население не нужно запугивать. Я прочитал комментарии на этой неделе в социальных сетях от русскоязычных израильтян по поводу грядущей декриминалегализации, но все как-то не в восторге. Водка оказалась привычнее. Это результат многолетнего, более чем 80-летнего запугивания и населения во всех странах демонизации каннабиса. Русскоязычное население было полностью оторвано от возможности каким-то образом пользоваться каннабисом. И нам, врачам, всячески внушали, что это опасный наркотик, ведущий к деградации личности, открывающий дорогу к употреблению тяжелых наркотиков. Это все неверно, это все неправда. Я далек от мистификации каннабиса. Говорят, что он решает все проблемы у всех людей. Но я за то, чтобы рационально относиться к каннабису, понимать его, изучать его, вводить в клиническое применение. Я надеюсь, что эти проводящие мои реформы идут в этом направлении. Я дам вам пример конкретный. Вот, например, второй закон, который внесла партия Кахолл-Иван, она, да, подразумевает о том, что каннабис будет прежде всего убран из списка, из верхней части списка опасных наркотических вещей. Как только это будет произведено, все остальное, это функция именно от этого составляющего. Тогда можно будет совершенно спокойно врачу иметь в своем кабинете примеры медицинского каннабиса, показывать людям. Сегодня же мы не имеем права. Мы имеем право выписать, порекомендовать, бля-бля-бля, ля-ля-ля, но не мы имеем права ничего про пациенту сказать, потому что надо запрещено держать. Как только вы пишете на веществе, что это контролируемое вещество, опасный наркотик, вам нельзя держать в руках ничего из него. Врачи боятся этого. Как только вы деклассифицируете каннабис, переведете его в четвертую часть для нужных веществ для медицины и науки, вы откроете дорогу к огромному количеству исследований. Масса врачей сможет соучаствовать в выписке каннабиса. Тысячи пациентов получат доступ к легальному каннабису. Тогда появится реальная конкуренция, поскольку рынок внутренний израильский очень-очень велик. Критики всего текущего процесса говорят о том, что сейчас все вот это произойдет, и к нам хлынут, ну когда границы, конечно, после коронавируса откроют, к нам хлынут толпы туристов, для которых главное будет, ну, примерно вот как поездка в Амстердам. Во-первых, я не исключаю этого. Во-вторых, я ничего плохого сильно в этом не вижу. Я не вижу ничего плохого в том, что люди имеют право принимать то, что они хотят. Они и сейчас это делают. Кто мешает тем же самым туристам алкоголизироваться? У наших соседей, скажем, в мусульманских странах нет свободной продажи алкоголя, в той же самой Саудовской Аравии, которая находится очень рядом с нами. Вместе с этим те туристы, которые туда приезжают, прекрасно находят алкоголь даже в той стране, где даже алкоголь запрещен. Я надеюсь, что наше правительство будет последовательным. Я не боюсь этого. Голландия хотела запретить пользоваться каннабисом только для туристов, только для местных граждан. Но как только они осознали, что они потеряют от миллиарда до полутора миллиардов евро в год, они быстренько слезли с этой идеей. Они провели закон, но не дали его ратификации, то есть не дали подзаконные акты, регулирующие кого охранять, кого нет. То есть они думали, что они будут проверять паспорта на выходе из кофешопов. Так не получилось. Полтора миллиарда евро не ходят пешком просто так, особенно в наш век кризиса. Я не за это. Я за то, чтобы понимать, что каннабис не опасный наркотик, не наркотик и не опасный. Слово наркотиком вообще не надо пользоваться, оно плохое, стигматизирующее. Надо объяснять населению, что правильно, что хорошо, что нет. Надо брать деньги с легального каннабиса, делать их целевыми налогами, обложить их целевыми. Вот как водка обложена аксцизом, высоким аксцизом она обложена. Деньги идут на реабилитационные программы тех, кто не умеет правильно пользоваться, тем надо будет помогать. У нас есть статистика той же самой Калифорнии, у нас есть статистика Колорадо. За последние шесть лет, где каннабис был легализован в Колорадо, сначала был первые полтора-два года пик, где молодежь с 10% поднялась до 15%, а сейчас последние два года 6-7% ниже, чем было до легализации. То есть то, чего нас всячески запугивали, говорили, что молодежь повально пойдет наркотизироваться, оно не произошло. Мы же можем опираться на опыт предшествующих стран. Вы не приходите к мысли о том, что все это напоминает такую очень большую глобальную политическую игру? Вот если бы не выборы, и не если бы вот эта ситуация с кризисом, с коронавирусом, ничего бы не произошло вообще? Мы живем в эпоху больших глобальных игр в разных разрезах. Я думаю, что просто назрели предпосылки вытаскивать многие вещи из-под поля. Как нам раньше говорили, что нельзя пользоваться психоактивными веществами, так называемыми психоделиками, для лечения травм, психотравмы. Нельзя им пользоваться для лечения психозов. А ведь это то, чем пользовались сто лет назад очень широко, для лечения тех же заболеваний. И мы сегодня это вытаскиваем из старых ящиков, и мы смотрим, как мы можем пользоваться. В Израиле происходят очень интересные изменения. Мы пользуемся сейчас кетамином для лечения тяжелой депрессии, хотя это было раньше запрещено, потому что он считался тяжелым психоделиком и так далее. Это не имеет отношения к каннабису. Но каннабис идет в этом разрезе, и я считаю, что это хорошая тенденция. Доктор Лезник, спасибо за участие в программе. Ваши комментарии, всего хорошего. Здоровья всем нам. Спасибо. Это все на сегодня. О том, как мы проживем следующие 7 дней, мы расскажем вам в нашей следующей программе. «Израиль за неделю» на канале RTVI. Шавуатов, хорошей всем недели, удачи нам всем, здоровья и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова